Древние цивилизации Российского общественного проекта «Пыткам нет», основной деятельностью которого является противодействие пыткам и коррупции в российской исправительной системе и защиту прав заключенных в российских пенитенциарных учреждениях. В предыдущих сериях мы рассказывали вам историю бывшего заключенного и на тот момент активного работника КАПа. То есть того же арестанта, который неофициально работал в Новосибирске по оказанию начальника оперативной части СИЗО номер один города Пенза, издевался над неугодными начальству заключенными. Это уже одиннадцатая часть нашего многосерийного документального фильма про пытки в современных тюрьмах. Если вы еще не видели предыдущие серии, то обязательно посмотрите их прямо сейчас, чтобы не упустить ничего важного. Сейчас же Станислав Морозов уже находится на свободе, и именно благодаря ему сегодня весь мир узнал о тех страшных вещах, о которых мы вам рассказали и показали. Сегодня он у нас в гостях, в нашем офисе. Ему больше нечего бояться, ведь главные палачи, которые отдавали преступные поручения, сейчас сами задержаны и находятся все в том же Пензенском СИЗО номер один. Перед началом просмотра этой серии обязательно подпишитесь на наш канал, поддержите видео лайком, чтобы как можно больше людей узнали об этом кошмаре. Привет, друзья! Привет, Станислав! Привет всем! Да, мы уже почти заканчиваем наш проект Капон. Надеюсь, больше жести у нас не будет. Мне кажется, все здесь уже заключительные кадры. Все, что с тюрьмой было, я все показал. Уже закончилась. То есть сейчас почти в самом финале мы начинаем твою историю, как тебе удалось освободиться, благодаря Павлу Гаценко, верно? Ну да, он все, то есть он сдержал свое слово, он дал мне хорошую характеристику, возможно, я бы и без характеристики нормально вышел с этим своим адвокатом по назначению. В принципе, да, там дали мне, ну сейчас я не знаю, на всякий случай не буду разглашать, да, потому что впереди еще некоторые у нас там встречи, да, с судьями и так далее. Пока что разглашать не буду, да, чем все, судья закончился, суд закончился, но, как видите, я все же освободился из общественного изолятора. И не знаю, там сыграла ли, еще раз говорю, эту роль, характеристика или нет от Гаценко. Получается, Гаценко дал тебе хорошую характеристику в суд, которая помогла тебе освободиться, да? Ну, говорю, возможно, а возможно нет. Да, и ты сразу же со всеми материалами обратился в нашу организацию. Ну, с Натальей, да, Авдеевой я переписывался еще с тюрьмы там потихоньку, да, то есть я знал уже, куда идти, она мне все скоординировала, поэтому, как только вышел, да, освободился, я сразу связался с ней и, естественно, понес все материалы для нее и для ваших редакторов. Так, тогда давайте посмотрим видео с твоими впечатлениями, когда ты освободился. Да, я помню день, давайте посмотрим. Так. Ну, что, друзья, вот я и на свободе, вот я и освободился. Вон, сзади меня наш Централ, мой дом, точнее, Централ, который стал для меня на 7 месяцев и 8 дней родным домом. Сейчас я вышел на УДО, точнее, сидеть, да, уже привык к этому слову. У меня еще, в общем, условка, да, 2 года и 5 месяцев, соответственно. Вот Саня еще сидеть, я не знаю, там, сколько ему, у него еще следствие продолжается. В общем, ему лет 5, наверное, впаяют, вот, а я освободился. Я сейчас не знаю даже, я путаюсь просто в словах, впечатлениях. Я не то, чтобы еще осознал, что я на свободе как-то непривычно. Я сейчас дорогу-то переходил, обосрался, не знаю, здесь две дороги плюс железная дорога. Короче, вот такая вот хрень. Сразу что, хорошие новости, да, я на протяжении трех месяцев не мог об этом говорить, когда вот участвовал в этих безобразиях на тюрьме, да, с заключенными другими. Я общался с комитетом против пыток, пыткам нет, а именно с ее основателем, это Натальей Авдеевой, которая мне, в принципе, во многом и помогла выйти на УДО. И сейчас я с тюрьмы просто скачал уйму-уйму материалов, а именно 40 с лишним гигов, там 42,6, по-моему, гига просто с этими пытками, которые мы творили, которые творили другие заключенные. В общем, все это предоставим Наталье, и Наталья уже это просто распространит по максимуму. Я думаю, это выйдет уже за пределами Российской Федерации, просто весь мир увидит, что творится в российских тюрьмах, какой беспредел. Сразу прошу прощения у тех, кого мне приходилось, да, опускать там, и у тех родственников, да, ну, кого мы опускали, потому что, ну, если бы я этого не делал, то это бы самое сделали со мной. Вот такой вот человеческий фактор, я вам скажу. Мне за это очень стыдно, да, и, возможно, еще какие-нибудь дела поднимут и заведут уголовные, но я сразу же прошу обо всем, да, этом, во всем этом прощения. В общем, давайте здесь на тюрьме и, да, снимем, да, сейчас я как вышел, сразу же позвонил, конечно же, матушке, позвонил своей Жене, позвонил Наташу Авдеевой, в общем, все, договорились, завтра с самого утра я поеду к Наталье, будем, я не знаю, там, интервью снимать, то есть я ей все перекину, она просила сегодня как можно быстрее, но я говорю, я заебался там сидеть, я хочу быстрее домой, хочу увидеть родных, близких, свою девушку, да, будущую супругу, хочу постричься, а то я как Адуван, как наш Ветухай, как Адуван Чухан, сука. В общем, на улице, сука, вот с самого утра было солнышко, да, и всю неделю последнюю, даже дней 10, наверное, было просто пекло, вся тюрьма эта превратилась в парилку, вот, а сегодня вышло, я даже не знаю, радоваться или нет, тоже дождик идет, вроде бы прохладно и хорошо, с другой стороны, хотелось бы в солнышко выйти. В общем, ладно, самое главное, что я вообще освободился, это самое главное. Вот, что еще сказать? Ну, говорю, а, самое, да, еще одно из самых немаловажных, да, сегодня утром провели обыски и задержали, как нашего Гаценко, подполковника, начальника оперчасти, этого пидора, который нам давал эти преступные приказы, я надеюсь, с ним делают то же самое на тюрьме, что и он нас заставлял делать, ублюдка. Вот, я, наверное, пойду как свидетель, но пока меня не вызывали, да, и там некоторые подписки о неразглашении я дал, в общем, когда выходил, поэтому, возможно, это когда-нибудь в другом, да, не в другой жизни, но, может быть, когда-нибудь это все всплывет, я расскажу. Также задержали Андрея Булгакова, того самого оперативника, который на нас вешал все дела, благо, что в моей папке с моим делом, ну, как и у остальных заключенных, были все видеозаписи, которые они фиксацию ввели, а именно, испыток именно у этого оперативника, да, я не знаю, как они там сотрудничают, в общем, скинули. В общем, есть, где Булгаков нас бьет, его также будут привлекать, сейчас они задержаны, вроде бы как были, да, ну, там, как эти журналисты снимали, но, я не знаю, я вот к Наташу пойду, говорю, завтра только утром, и, возможно, да, уже, может, сегодня вечером выйдет этот репортаж, мы посмотрим все вместе, посмотрим, что там снимут. Ну, скорее всего, меня, конечно, будут вызывать уже на допросы, да, и будут давать на них показания, но это ладно, со временем сейчас главное, что я вышел. В общем, ждите фильм, Наталья обещала просто максимально сделать такой, не то, что хайповый, а громкий проект, о котором знает вся страна. В общем, я не знаю, там, как это будет, но, я говорю, это первый фильм, в котором я снимаюсь, поэтому, как-то так, ну, ладно, все, до завтра, до включения уже, когда поедем в офис к Наташе. Если вы стали жертвами пыток со стороны МВД и Левсин, не бойтесь, обращайтесь к нам, и не забывайте, также мы предоставляем рекламные услуги, а большую часть вырученных денег направляем на борьбу с пытками и произволом в России. Как сказал Бернард Шоу, при хорошей рекламе и товар не нужен. Сидишь, ждешь клиентов, выложив картинку с длинным текстом? Сиди, жди. 90% твоих клиентов не читают текст. Привлеки внимание к своей теме, а мы тебе в этом поможем. Качественные, рисованные дудл-видео, рекламные, анимационные и мультипликационные видеоролики, а также профессиональная современная видеоинфографика. Честное и ответственное сотрудничество гарантировано. Пиши нам на почту yukafilmsobacamail.ru прямо сейчас и точно останешься довольным на 100%. Теперь Андрей Булгаков и Павел Гаценко находятся в том же самом Пензенском СИЗО, где находился пыточный конвейер. Да, то есть Андрей Булгаков как раз таки есть вот этот оперативник, который нас пытал сани еще в железнодорожном. А грозит ли тебе что-то запутки людей в тюрьме? Я не знаю, вот сейчас говорю, скорее всего будут, конечно, разбирательства, но за мое чистосердечное раскаяние, да, из-за того, что пока что не было никаких заявлений вот этих потерпевших, то, возможно, ничего не будет. Если сейчас потерпевшие после вашего фильма, конечно же, объявятся и начнут там писать повально заявление, то и мне сани там не поздоровятся. Поэтому, я говорю, я попросил, с Натальей вроде договорился, что все, да, там замазаны будут лица и как-то стараться максимально скрыть потерпевших. А ты боишься? Ну, есть, конечно, страх, это понятное дело. Надеюсь, что все это разрешится. Ладно, давайте посмотрим теперь репортаж Первого канала о задержании этих преступников. Да, вот это очень интересно. Здравствуйте! Время новостей на первом и о самом важном событии дня мы расскажем вам прямо сейчас. В Пензе были задержаны оперуполномоченные железнодорожного РОВД Андрей Булгаков и начальник оперативной части следственного изолятора города Пензе Павел Гоценко. Их обвиняют в организации пыток задержанных и заключенных. Как минимум с начала этого года и по конец августа оперативник Булгаков выбивал показания у задержанных, заставляя их брать на себя помимо своих преступлений и так называемые висяки. После этого задержанных отправляли в СИЗО, где для них уже начинался настоящий ад. Пыточный конвейер. Именно так называют весь происходивший ужас за стенках тюрьмы сами заключенные и даже некоторые работники учреждения. Возглавлял же этот ад начальник оперативной части Павел Гоценко, давая преступные поручения привилегированным заключенным неофициально работающим на администрацию СИЗО или, как их называют другие заключенные, КАПу. Узнать об этом ужасе удалось только благодаря работе комитета против пыток. Пыткам нет. И только после публикации с десятков видео с издевательствами над заключенными. К слову, снимали весь этот кошмар как раз-таки сами палачи из КАПа. Мы не можем показать эти шокирующие кадры полностью по понятным причинам. Известно лишь, что попали эти кадры в руки правозащитников благодаря одному из бывших работников пыточного конвейера, Станиславу Морозову, которому удалось вывезти из тюрьмы более 40 гигабайтов ужасающих материалов. Ну, на данный момент я в первую очередь, конечно же, переживаю все-таки за свою жизнь, в первую очередь, и также за свою свободу, поскольку, как мы знаем, начались задержания этих организаторов, так скажем, пыточного конвейера. Ну и, соответственно, заключенные стали писать заявление. Я как непосредственный участник до этого ада для них, конечно же, тоже могу понести наказание. Получилось, да, вот в фильме Натальи выйдет примерно, ну, я не знаю, может быть, серии 10, да, всего там более 40 гигабайтов мне удалось вывезти на флеш-картах. Это кошмар, возможно, будет, да, и продолжение. Но вот именно где я участвовал, да, думаю, мы покажем, пусть весь мир об этом узнает. Конечно же, я прошу, да, прощения у самих заключенных, также у их родственников, родителей, поскольку, говорю, если бы я этого не делал, то это бы могло произойти со мной весь этот ужас, который мы творили там. Пытки кипятильниками, изнасилования, швабрами и прочие унижения заставили содрогнуться людей по всему миру. И вот только сейчас, только после общественной огласки начались задержания организаторов этого ужаса. Но это, наверное, не конкретно наши заслуги. Мы лишь всего, всего лишь помогли придать согласке данную проблему. Сегодня об этой ужасной пензенской истории знают уже далеко за пределами Российской Федерации. Это заслуг, в первую очередь, все-таки самих заключенных, которые набрались смелости и рассказали об этом пыточном конвейере. Мне лично только одно непонятно. Почему многие года об этом все молчали, а правоохранительные органы бездействовали? Ну почему только сейчас начались задержания этих палачей, только после общественного резонанса? Почему? Первым был задержан начальник оперативной части следственного изолятора Павел Гаценко, который при задержании вел себя уже не так смело, как на кадрах из пыточного архива. Руки за спину! Вторую за спину! Ноги вытащил! Ноги вытащил! Контроль! Ноги под себя! Ваша фамилия и имя отчество? Павел Гаценко! Павел Анатольевич, вы задержаны. А что происходит-то? Я ничего не сделал! Разберемся! А? Я ничего не сделал, мужики, вы что творите-то, а? Этим же вечером задержали и оперуполномоченного железнодорожного РОВД Андрея Булгакова в его собственной квартире. Сопротивление сотрудникам полиции он не оказывал, но на видеозаписи Первого канала видно, что вины своей он не чувствует и не признает. Назовите фамилию, имя, отчество. Андрей Борисович Булгаков. Андрей Борисович, вам предъявлено обвинение по статьям 117, 302, 163, 131 УК РФ. Слушай, ты что снимаешь-то, я что-то не пойму. Правда, после предъявленных объявлений Булгаков умерил свой офицерский пыл, ознакомился с протоколом задержания и спокойно проехал в отдел полиции со своими уже, видимо, бывшими коллегами. Андрею Булгакову и Павлу Гоценко вменяют сразу несколько статей. Это 117, 302, 163 и 131 статья УК РФ. В совокупности, если их вина будет доказана, им может грозить до десятков лет строгого режима. Напомним, что еще 14 июля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки. Если и вы стали жертвами пыток со стороны полиции и Левсин, незамедлительно обратитесь в редакцию нашего канала или в комитет «Пыткам нет». Анонимность гарантируем. А теперь к другим новостям сегодняшнего дня. Я рада, что все так закончилось. Как ты думаешь, что теперь грозит Булгакова и Гоценко? Ну, я не знаю. Там нужно смотреть в совокупности всех преступлений. Там же не только мы с Аней пытали, не только, скорее всего, Боцман был. Вот и его там сокамеры, скорее всего, здесь уже не первые эпизоды и по Централу, по следственному изолятору и вообще не первые пытки в самом РОВД. Поэтому я думаю, там сроки будут большие. А что будет, если ты вдруг окажешься в одной камере с Гоценко? Ну, я не знаю. Сейчас все руководство сменилось, поэтому вряд ли там и от статей зависит, и от сколько раз ты был судьи, куда тебя сажать, с кем, с какими людьми. Поэтому я не думаю, что они будут наступать на те же грабли, да, уже новое руководство, если вдруг окажется так, и меня куда-нибудь туда и кинут к нему. Да. Давайте сегодня закончим на этой неплохой ноте. У тебя есть что добавить? Да нет, я думаю, уже в конце, там, на следующей серии. То есть мы уже там подведем какой-то итог, и, наверное, на этом сегодня все. До скорой встречи, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Ссылка в описании. Пока. Если вдруг ты, сука, ляпнешь, то в России все так плохо. Уедешь на двадцатку, как кумир Навальный Леха. Жизнь в России лучше всех, так говорят нам депутаты. Кто не верит депутатам, ждет беседа с Капа. Мы живем в самой прекрасной падла. Стране на свете. На Вашингтон напишем. На надубной ракете. Не нравится в Али. Инагент и либераст. А у нас тут будет жарко. Отдыхает Алькатрас. Капо. Добро пожаловать в пресс-хану. Здесь ребята ждет вас. За грехи расплата. Капо. Здесь тонут все словно котята. Они услышат, не придут. Не дождешься адвоката. Капо. Они услышат, не придут. Они услышат, не придут. Алькатрас. Капо. Добро пожаловать в пресс-хану. Здесь ребята ждет вас. За грехи расплата. Капо. Здесь тонут все словно котята. Они услышат, не придут. Они дождешься адвоката. Добро пожаловать в пресс-хану.